Минпромторг предлагает разрешить продавать алкоголь у школы спортивных объектов. Продажа неэффективного имущества в Рязани в числе приоритетных задач. И командующий ВДВ Владимир Шаманов выступил в Рязани с публичной лекцией. Министерство промышленности и торговли разработало законопроект, разрешающий продажу алкоголя вблизи социальных и спортивных объектов, то есть у школ и поликлиник. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, действующая с 2012 года ограничения ударила по бизнесу, при этом не снизив зависимость населения от алкоголя. Наш законодатель никак не может определиться в своем отношении к алкоголю, его продаже, точкам его продаж, количеству и так далее. Вот в очередной раз Министерство промышленности и торговли выдвинуло свою инициативу и разработало проект закона, который разрешает продажу спиртного вблизи социальных и спортивных объектов. Непонятно, почему это сегодня возникает вопрос, потому что накануне выборов сначала предлагают различные варианты для того, чтобы удалить от образовательных учреждений, убрать с первых этажей жилых домов. Сейчас опять почему-то назад это предлагают вернуть. И потом накануне выборов в Государственную Думу будет или ОНФ или Единая Россия победоносно опять запрещать продавать спиртные напитки возле образовательных учреждений, спортивных и приписывать это себе. Сегодня нужны конкретные действия по улучшению жизни граждан. А правительство Российской Федерации занимается тем, что вносит законы, отменяющие ранее принятые, а впоследствии будет вносить законы, которые будут отменять принятые законы, которые до этого отменяли другие законы. По словам инициаторов проекта, в частности замминистра ведомства Виктора Евтухова, введение в 2012 году ограничения не снизило зависимость населения от алкоголя, но при этом ощутимо ударило по бизнесу. Радиус зоны запрета устанавливают власти региона и он может составлять от 10 до 1000 метров. Согласно исследованию Минпромторга, в ряде регионов, наложив на карту все действующие ограничения, останется лишь одно легальное место продаж алкоголя – кладбище. Кроме того, замминистр подчеркнул, что предложение о снятии запрета поддержали представители власти и бизнеса. Здесь и возникает логичный вопрос, не является ли данная инициатива лишь лоббированием определенных интересов. Соответственно, если правительство Российской Федерации хотело бы помочь бизнесу, то, соответственно, помогать всему бизнесу, а не только тем структурам, которые занимаются в отрасли продажи алкогольной продукции. И вот такое открытое лоббирование их интересов будет продолжаться в той поры, пока не будет принят федеральный закон, о котором уже 20 лет говорит ЛДП. Это монополия на алкоголь, табак и сахар государства. Вот когда государство возьмет полную монополию на спиртовую продукцию, алкогольную продукцию в Российской Федерации, вот таких вот проблем возникать не будет. Проект предлагает исключить понятие прилегающих территорий из законодательства, регулирующего алкогольный рынок. По мнению разработчиков, это позволит снизить административные барьеры для бизнеса, как предусматривать дорожные карты по стабилизации ситуации и развитию. Конкуренция на алкогольном рынке, утвержденная правительством. В Минздраве отметили, что законопроект в ведомство пока не поступал. Однако высказались против такой инициативы. По словам представителя министерства, снятие запрета может привести к росту потребления алкоголя, в том числе среди молодежи, и повысить криминогенную обстановку. Против инициативы также высказались в Роспотребнадзоре. Командующий ВДВ Владимир Шаманов прочитал в Рязани публичную лекцию о Великой Отечественной войне и роли десантных войск в оборонительных операциях 1941 года. Слушателями стали сотрудники курсанта, а также школьные преподаватели, руководители вузов, общественные деятели, чиновники и делегации следователей о необычной лекции в следующем материале. Рассказать о войне самой страшной и неприглядной ее страны было решено в преддверии 75-й годовщины со дня ее объявления. Как отметил Владимир Шаманов, первая лекция затронула шесть первых самых тяжелых месяцев войны. За 1418 суток боевых действий в Великую Отечественную войну более 11700 человек были присвоены звания Героя Советского Союза. На сегодняшний день их осталось 57 человек. Примерно 40 не ходят. Говорят о том, что в ближайшее время их просто не будет. Слушателями необычной лекции стали представители правительства области, региональных министерств и ведомств, силовых структур и бюроохранительных органов, руководители вузов региона, а также преподаватели учебных заведений области. Я считаю, что это очень важное событие, во-первых, в истории нашего города, потому что Рязанина, признанная столица ВДВ, ну и после праздника, 23 февраля, Дня защитника Отечества, тоже, конечно, обязательно. Ну и наше поколение, молодежь наша, ведь должно что-то связать с нас, а патриотизм, героизм, это все главные качества, которые необходимы, наверное, современному молодому человеку, как юношке, девушке. По словам командующего ВДВ, лекция поможет патриотическому воспитанию. Он посетовал, что ряд решений в системе образования стирает историческую память, а с другой стороны, становится все меньше фронтовиков, которые могут рассказать молодежи о Великой Отечественной из первых уст. Работа по продаже имущества в городе крайне эффективна. Такое заявление сделал глава муниципального образования Владислав Фролов на очередном заседании Городской думы. Какие еще значимые для города вопросы обсуждали депутаты в следующем сюжете. Депутаты Рязанской городской думы на заседании 25 февраля утвердили отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2015 год. Город заработал на этой деятельности 147 млн 346 тысяч рублей. За прошлый год было приватизировано 55 объектов муниципальной собственности. Во исполнении принятых в 2015 году решения о продаже 35 объектов, во исполнении решения арбитражного суда Рязанской области 12 объектов и по программе приватизации 2014 года 8 объектов. Я оцениваю эту работу крайне эффективной, поскольку город преисполнен неэффективным имуществом, за которое мы вынуждены платить налоги, вынуждены платить фонд капитального ремонта. И на сегодняшний день задача продажи этого имущества для нас является приоритетной. Что касается имущества эффективного, которое приносит прибыль, оно естественно будет оставаться в собственности города Рязани. Также глава города прокомментировала решение о внесении изменений в программу приватизации на текущий год. Они практически ничего не меняют. Мы работаем по неэффективному, еще раз скажу, имуществу. Это подвалы, это те помещения, которые со временем вообще приходят в негодность. Их сейчас в соответствии с оценкой независимых оценщиков мы будем выставлять на аукционы и продавать. Всего программа приватизации муниципального имущества на 2016 год дополнена тремя пунктами. В Рязани подвели итоги работы регионального управления Роспотребнадзора в 2015 году. Основными направлениями деятельности стали реализация указов президента Владимира Путина и повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее обеспечение. Главными итогами планомерной деятельности Роспотребнадзора в отчетном году можно считать обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, реализацию контрольно-надзорных мероприятий, достижение запланированных индикативных показателей, что явилось результатом реализации комплекса мероприятий. Продолжалась реализация мероприятий по выполнению майских указов президента Российской Федерации и поручений правительства. В отчетном периоде охват прививкам населения против гриппа составил 30,3%. В рамках национального кандаря прививок привито, как и планировалось, 325 тысяч человек, из них 109 тысяч детей. Выполнение плана профилактических прививок по группам риска составило 100%. Обеспечен контрольный надзор за качественной безопасностью пищевых продуктов. Показатель охвата горячим питанием учащихся начальных классов составил 96%. В результате осуществления санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий в организации отдыха и оздоровления детей достигнут планированный показатель достижения ожидаемого результата выраженного оздоровительного эффекта на уровне 93,7%. В течение отчетного периода сотрудники Роспотребнадзора проводили консультирование по вопросам защиты прав потребителей в финансовой сфере. В результате разъяснение провели примерно для трех тысяч жителей области. Участвовал Роспотребнадзор и в законотворческой деятельности по вопросам, касающимся санитарно-эпидемиологического благополучия области. На заседании обсудили и заболеваемость в области. Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся на территории Рязанской области в 2015 году, оценивается как стабильная. Зарегистрировано около 246 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 4% ниже показателя до 2014 года. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 65,7%. Заболеваемость среди детского населения соответствует уровню заболеваемости прошедшего года. В структуре заболеваемости основная доля принадлежит острому респираторному вирусному инфекции и составляет 89,3%. В результате проведенной работы удалось добиться снижения заболеваемости по 21-й нозологической форме. Наиболее существенное снижение отмечено по заболеваемости менингококковой инфекции в 3,7 раза, энтеровирусной инфекции в 3,2 раза, острым вирусным гепатитом А в 1,7 раза, с аймонеллезами в 1,6 раза, прочими хроническими вирусными гепатитами в 6 раз. Но между тем наблюдается тенденция к росту заболеваемости гепатитом В, увеличилось количество обращений с клещевыми укусами и укусами животных. Отдельные оперативные планы составлены относительно опасных инфекционных заболеваний. Дело об убийстве 19-летнего студента в ноябре 2012 года вновь дало о себе знать. Двоих рязанцев, выступавших свидетелями по делу об убийстве, подозревают в даче заведомо ложных показаний. И теперь молодые люди рискуют сами оказаться на скамье подсудимых. Наша съемочная группа встретилась с отцом погибшего студента, который и после вынесения приговора готовит добиваться правосудия и справедливости в отношении всех причастных к смерти его сына. С ним беседовала Марина Комиссарова. В августе минувшего года суд вынес приговор главному обвиняемому по делу об убийстве 19-летнего студента Александра Дудина. Следствие и суд длились долгих 4 года. И в результате преступника приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На других участников нападения возбуждалось уголовное дело за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Однако они попали под амнистию в честь 20-летия Конституции еще на стадии следствия. Между тем на прошлой неделе наметилось новое развитие этой громкой истории. В ходе судебных заседаний в качестве свидетелей были допрошены два молодых человека. Оба свидетеля с целью оказания помощи своему знакомому избежать уголовной ответственности за совершенные преступления дали суду заведомо ложные показания о непричастности подсудимого к конкриминируемому ему деяниям. Однако им не удалось ввести суд в заблуждение относительно действительных обстоятельств дела. 20 августа прошлого года суд на основании собранных по уголовному делу доказательств вынес их общему знакомому обвинительный приговор. Теперь, после вступления приговора в законную силу, молодые люди сами стали фигурантами уголовных дел. Отец погибшего на общественной остановке парня Александр Дудин останавливаться не намерен. За эти несколько лет он сотни раз пересматривал видео с камер наружного наблюдения с банка и с видеорегистратора одного из проезжих автомобилей. Рисовал схемы, воспроизводя траекторию движения каждого из тех, кто участвовал в травле его сына. Я подал в следственный комитет заявление с просьбой разобраться. Следственный комитет усмотрел в их действиях состав преступления и возбудил уголовное дело по этому факту. Дальше дело будет передано в суд. Как суд решит, я не знаю. Тогда, сразу после дерзкого убийства, внимание СМИ, в том числе федеральных, было приковано к истории 19-летнего убитого парня. Однако, едва громкие сюжеты показали по телевидению, как о помощи, которую со всех сторон перед камерой обещали оказать Александру Михайловичу, забыли все, кто обещал. Громкие слова, никакого развития не получились. Они так и остались словами. Я обращался, ездил сам лично в Москву, в администрацию президента. Обращался в генеральную прокуратуру неоднократно. Следственный комитет писал президенту, когда послание ему. Ответа я нигде не получил. Писал Малахова на передаче с просьбой опять возобновить. Человек и закон передачу писал. Александр Михайлович будет и далее добиваться справедливости. Всем понятно, что они все навалились, все били, избивали. И там увернуться от смертельных ударов просто невозможно было. Просто он оказался из них один более удачный, нанес смертельные удары. А другие что? Они же помогали. И они должны быть соучастниками этого преступления. У нас в стране за гораздо меньше преступления реальные срока люди получают. А тут совершили такое дерзкое убийство и не понесли никакой ответственности. И это вот то, что я сейчас пытаюсь наказать этих двух товарищей изолжительности. Это маленькая толика того, что я могу в память о своем сыне сделать. Хоть какую-то, чтобы эти люди понесли хоть какую-то ответственность за совершенные преступления. Потому как никакого раскаяния я не видел на заседаниях суда. Ничего нету, они все забыли. Смеются ходят, улыбаются, продолжают дальше жить. Теперь, когда фигурантами уголовных дел стали двое свидетелей, которые давали заведомо ложные показания, Александру Дудину снова предстоит давать показания в следственном отделе. Наша телекомпания будет следить за развитием событий. Рязанский спортсмен на крупном турнире по боксу нокаутом одержал победу. Практически в самом начале боя он выбил своего соперника из колеи. Турнир под названием «Ночь чемпионов» прошел в Сочи. Это своеобразный праздник бокса, представляющий себя шоу с соответствующим музыкой, светом и обстановкой. Рязанский боксер Антон Дрючин, представляющий клуб «Арта», провел свой второй бой на профессиональном ринге. В понедельник, 22 февраля, на турнире «Ночь чемпиона» в Сочи он победил ростовчанин Анатолия Однорога. Поединок продолжался всего 1 минуту 11 секунд и завершился нокаутом. Антон зажал соперника в углу и после серии ударов в голову тот без чувства пал на ринг. Первоначально соперником Дрючина должен был стать и Бедарин Тома из Албании, но он получил травму незадолго до турнира. Отличился спортсмен и в своем первом бою. Тогда рязанец одержал победу нокаутом на первой минуте. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин